Севастопольское региональное отделение Союза писателей России может быть не самое большое в стране, но оно вносит весомый вклад в деятельность всего Союза. Сегодня у нас в студии член Союза писателей России Валерий Воронин. Валерий, добрый день. Итак, когда пришла идея в голову оставить журналистику и заняться писательской работой? Ну, я могу сказать, по счастливому стечению обстоятельств это случилось ровно 20 лет назад. То есть 1999 год оказался переломным. Не переломным, а уже как бы стало ясно, что надо решиться и попытаться себя реализовать именно как писатель, скажем так. И предшествовало этому, кто-то может быть еще помнит, в Славе Севастополя была очень интересная публикация на целую полосу тайны Свято-Никольских подземелий. И вот когда эта публикация вышла, очень большое количество людей ко мне обращались по этой публикации с различными вопросами, пожеланиями, с каким-то дополнительным фактическим материалом. То есть материал набрался мгновенно дополнительный. А мне подошел, в Славе Севастополя был Шоломаев, такой очень крепкий, тертый журналист. Он подошел и говорит, слушай, а у тебя ведь это книга. Я говорю, да ладно, я тебе говорю, это книга, садись, пиши. И я так прикинул, что может быть, да, один разделчик, второй, третий, там несколько разделов набралось у меня, может быть книга, такая полудокументальная. Но когда сел работать, я понял, это роман. Это роман, я сел тут же его писать, вот ровно 20 лет назад, где-то в феврале, ровно за 2,5 месяца или за 3, я его написал, февраль, марта, апреля. Говорит, да, вот «День орла» вышла у меня именно 20 лет назад. Ну и дальше вот уже пошла, собственно, такая творческая работа. Уважаемые телезрители, вопросы нашему гостю Валерию Воронину вы можете задать по телефону 4 536, повторяю, 555536. Ждем ваших звонков. После первого романа, что пришла сразу известность, популярность или просто уже не мог остановиться и продолжал писать? Я могу сказать, что труден путь был пробивания вообще, как говорится, книги от простого рукописного текста до какого-то тиража. Тем более 20 лет назад. Сейчас как-то все ясно, конкретно, мне кажется, намного проще. Тогда это вообще все выступали, а никто книг не сдавал. То есть это нужно было с нуля фактически начинать, и люди, которые брали за это дело, для них это было тоже в новинку. То есть рисковали все, получится ли, не получится ли, как эта книга, куда ее делать. То есть это было огромное количество вопросов, которые нужно было на ходу решать, смотреть. И имело ли смысл вообще заниматься? То есть, или может быть вообще нужно было куда-то уезжать? Вопросов было много, да. Ну вот решился, сделал, «День орла» пошла. А пошла она, да, интересно, пошла. Люди читали, интересовались. Много дополнительного материала приходило в ходе общения с большим количеством читателей. И я уже понимал, что какое-то предложение следует. Оно может быть в виде чего угодно. Оно потом вышло в виде романа «Предтечи». Второй роман был. Я посмотрел, что получается диалогия. А затем вышел третий роман, это, дай бог памяти вспомнить, как называется, «Дыхание Софии». Третий роман, и у меня получилась трилогия. И как трилогия, в общем-то, более известность я приобрел как автор первой трилогии. Потом эта трилогия разбилась, внутри, между ними еще новые романы появились, появилось три трилогии. То есть, продолжение романов оказалось внутри трилогии. Трилогия росла изнутри. Углубление темы, в зависимости от того, какие дополнительные материалы мне приходили, как я понимал ситуацию, как я раскладывал сюжетную линию, углублялся. И до тех пор, пока эти трилогии не выросли в первую историческую серию, которая называлась тогда и сейчас называется «Великое переселение», туда 9 трилогий вышло, 27 романов. Я не могу похвастаться тем, что я прочитал все эти романы. Несколько прочитал, несколько просто просмотрел. Но у меня случилось впечатление, что канва романов состоит из трех временных параллелей. «Наше современное время», время в зависимости от пожеланий автора лет на сто тому назад. И третья временная плоскость, она относится уже где-то за 2-3 века до нашего времени. Или даже более. Ну, в разных, наверное, нужно так сказать, в разных книгах разный подход. Нельзя говорить, что... Да, современность присутствует за исключением исторической серии «Голубиная книга». Это исключение. Мы сразу берем за скобки и вводим в сторону. А во всех остальных романах присутствует современная линия и какая-нибудь из старых, древних, или 19 век, или 18, или 17, или какая-то глубокая древность. В зависимости от того, что я хотел показать. Ради чего, собственно, создавалась эта книга, скажем так. Валерий, по-моему, есть телефонный звонок. Алло. Так, вопрос. Алло, здравствуйте. Хотелось бы гостю задать вопрос, как стать писателем? Трудно ли это? Как найти издательство, как издаваться, либо же использовать интернет-площадки? Вот, хотелось бы услышать совет от вашего гостя. Да, это совет. Трудно. Дело в том, что пробиться трудно, издаться трудно, и найти своего читателя трудно. Но если ты уверен, что это должны люди знать обязательно, то уже как-то ты должен идти, несмотря на трудности, преодолевать. Может быть, вот, допустим, Тень Орла около полутора лет у меня ушло на то, чтобы пробиться, хотя уже готовая книга была, пробиться и сделать какой-то тираж. Это сложно было. Вот, по поводу интернета, могу сказать, что, конечно, проще. Конечно, проще. Вопросов нет. Но, как соблюдается, например, твои права, они, если ты какую-то сокровенную вещь доносишь, она ведь мгновенно разлетается на весь мир. И так разлетается. Вот, сколько раз я замечал, явно идут ссылки на меня, но... Без самой ссылки. Нет, вот, как говорят некоторые специалисты. И ссылаются. Ну, скажи, какие специалисты. Ну, вот так. То есть, авторство признают, но на него не ссылаются официально. Авторство признают. Если признать авторство, значит, признать первоисточник. Значит, ты уже обязан с ним работать. Или позвоните ему, позвоните, сказать, вот я вот у вас что-то беру, можно ли я этого использовать в моей книге или в моем выступлении, в моем фильме. Если же нет, тогда нет. Еще меня поразило при чтении книг то, что реальные люди описаны. И порой, читая ту или иную главу, вдруг узнаешь человека, с которым буквально неделю назад встретился на улице, или человека, с которым работал год, полтора, два, либо бок о бок, либо по долгу службы с ним пересекался. Откуда вот такие вот герои? Это же огромное количество зарисовок. Ну, естественно, будучи журналистом, я встречался с огромным количеством людей. И будучи писателем, естественно, я встречался с огромным количеством людей. Но вовсе не обязательно, что какой-то писатель берет за основу тех людей, которые вокруг тебя. У меня случилась вообще парадоксальная ситуация. Когда я писал роман «Тень орла», ну, по ходу сбора материалов, разные люди оказывали какую-то помощь, поддержку. Что-то я где-то выяснял, выспрашивал. И когда «Тень орла» вышла, вот одна женщина, она реально говорит, ну, почему ты меня нигде не вставил? А мне в голову не приходило, что вот современные люди, которые ходят вокруг, могут попасть даже под своими собственными именами, даже под собственными фамилиями, текст. Я говорю, это художественное произведение, здесь это не документальная проза. Здесь дело автора как преподобие. Но потом, впоследствии, я пришел к убеждению, что, наверное, она была права. Ну, где-то книга через две, через три. И стали появляться реальные герои, люди, которых я знал. Они могли пройти одной строкой. Вот, как ты говоришь. Могли представлены в виде героев, с которыми я работаю. Может быть, я добавил своих качеств этому человеку. Может быть, какого-то другого человека. Но этот человек присутствует. И, может быть, ситуации, которые там проявлены, они реальны. Причем, они действительно реальны были. Поэтому люди мне говорили, слушай, ведь это было все. Было, мы с тобой проходили. Мы это видели, мы это знаем. Кроме людей, вполне много, вполне достаточно количества мест, узнаваемых. Живя в Балаклаве, нельзя не описывать Генуэзскую крепость. Многочисленные, реально существующие пещеры. А также пещеры мифические, которых никто никогда не видел, но о которых многие говорят. Нам довелось несколько раз ходить вместе в походы во время съемок программы «Крымский маршрут». Мы побывали на мысе Царыч, поднимались к Ильясу, к вершине Ильяса, через храм Солнца. Да, был. Одно из названий этой достопримечательности. Легли ли в основу какого-то романа вот те впечатления, подпорные стены, крепиды, руины строений на склоне, на крутом склоне горы? Я могу сказать, что эта книга уже вышла буквально несколько дней назад. Но просто там четыре книги с целой серией. Вот четвертая книга этой серии выйдет, она будет готова, она будет реализована потом. Вот. Уже отпечатано все. Вот в одной из этих книг, это не художественные книги, это исследовательские книги. Вот, собственно, это вот близко к той тематике, которой ты занимался. Мне требовалось собрать фактический материал, который за десятилетие наработан, и вложить в их определенную, сделать такую определенную основу фундаментальную, на которую можно жестко опираться, что это не фантазия, это не вымысел, это все реальность. И вот дороги меня интересовали всегда. Я могу сказать, что впервые вот я прошел по древней дороге здесь в 77-м году, это в районе Бойко. Это со стороны богатыря. Если из богатыря, подниматься на плату. Точно так же, как мы ходили в прошлый раз. Вот этот маршрут я прошел по днем в 77-м году с группой, в которую вел опытный, скажем так, скорсовод, специалист. И меня удивило, что на такой высоте прекрасно сохранившаяся дорога. Меня просто это удивило, я тогда был еще совсем молодым. И вот еще интересный момент. В Туровславе и Севастополе я написал большую публикацию. Три дороги. Три дороги, которые когда-то соединялись в Севастополе и Ялту. Воронцовская дорога, Древняя дорога и Современная дорога. Естественно, когда я, в общем-то, собирал, готовил этот материал, я по этим дорогам ездил. Что там на каждой из этих дорог, что осталось, в каком состоянии, ходил. То есть, это такой материал, который необходимо было собирать. Вот когда он собрался, я посмотрел, крайне интересная для читателя будет публикация. То есть, выдумывать ничего не надо, надо срисовывать все с натуры. Ну, срисовывать, узнавать, ходить, видеть, понимать. И, так сказать, собирать мы этот материал, пока он не выработается в такую большую, может быть, концепцию. Один из обвалов Крепиды на дороге к вершине массива горы Бойко навел на мысль о том, что там могут быть спрятаны какие-то ценности, артефакты, может быть, даже чаша Грааля. Я понял, о чем речь. Да. Ну, сели в горах, это нормальное явление. И когда, это лет уже 18, наверное, прошло с тех пор, уже приблизительно недалеко от того времени, когда я начал эту тему разрабатывать. И я тогда шел вместе с Хлебниковым, Альбертом. Попросил его пройти по этому, вот когда я прошел по этому пути, я вспомнил, что я здесь ходил до того еще, в 77-м году. Вот интересное сочетание. И когда я вышел на этот маршрут, прошел по нему, некоторые вещи, конечно, заинтересовали, но для этого нужно было возвращаться. Возвращаться несколько раз, а потом уже собранный материал лег в основу, скажем так, одного из романов, который потом в дальнейшем мне все равно пришлось разрабатывать, перерабатывать, потому что с каждым годом по любому интересующему меня вопросу возникают новые какие-то интересные факты, которые в свое время не были отражены. Ну, есть документальные данные о том, что немецкая экспедиция в поисках чаши Грааля работала именно на массиве горы Бойко. И ушла оттуда ни с чем. Ну, не совсем. Я уверен. Кстати, я написал по этому поводу. Я, да, я скажу, если уж задан такой вопрос. Ровно пять лет назад я сел писать последнюю пятую книгу серии «Загадки империи». Книга называлась «Генуэзец». И когда у нас случился массовый взрыв в наше восстание севастопольское, когда мы восстали против той ситуации, которая происходила на Украине, вот в эти дни писалась эта книга. Она вышла как «Генуэзец». А когда в Москву попало взялиство «Амрита Русь», они дали ей лобовое название «Заколдованная Русь». Потому что я пытался проникнуть в глубины. Откуда же идет это вообще противостояние? Откуда, в общем, когда оно взялось вообще? Почему Запад и Восток, скажем, Восток это имеется в виду не Китай, а Россию, да? И Западная Европа не схожи. Почему мы постоянно бодаемся, почему это происходит? И когда это случилось? Там 100, 200, 300, тысячу лет назад, может, еще больше. Вот, собственно, в этой книге некоторые вещи прописаны. И я собирал этот материал тоже много лет. И я могу сказать, что в ННР бы, так сказать, кое-что нашло и увезло. Это 100%, потому что так бы они просто не работали. И там же были не дураки, там очень опытные специалисты. Можно ли эту книгу назвать Романом? Конечно, конечно. Тогда возвращаемся опять к нашему... Я могу сказать, что я его вообще... Он, этот генозис, отличается даже по факту подачи, по факту построения предложения. Стилистически отличается. То есть он как бы идет от лица немца, который своими глазами участвовал внутри этой экспедиции. Мне пришлось как бы себя переломить и уйти от своего привычного представления, понимания текста, понимания глубины и как-то сделать из себя чужака. Вот, скажем так. Все же возвращаемся опять же к Балаклаве. Года два назад, во время съемки очередного крымского маршрута, мы прошли по старой римской. Ну, почему-то в Крыму все дороги старые, мощеные, называют римскими. Хотя она просто вырублена в скалах. Дорога от села Резервного через известную ракетную часть Сотку и дальше на Южный Форд. Вот эта вот так называемая римская дорога, она нашла отражение свое в этих произведениях? Это моя любимая римская дорога, скажем так. Я, наверное, раз сто по ней ходил, не меньше. Одно время, когда я Резервного пытался создать литературный, скажем, центр и строил там дом по этому поводу, я просто ходил пешком чуть ли не каждый день из Резервного в Балаклаву, из Балаклава. То есть не каждый день, но довольно часто. И изучил буквально каждый поворот, каждый нюанс этой дороги, земли, прилегающие к этой дороге, что находится дальше. Это очень интересная дорога. Она описана, да, это не я ее открыватель, она описана, есть ее описания различные. Для меня она такая близкая, родная, что о ней можно говорить очень долго, очень много. Насколько я понимаю, сегодня книги расходятся достаточно большим тиражом, напечатываются они уже в Москве, а не в Севастополе. И из Москвы приходит только маленькая бандеролька, вот авторские 10 экземпляров. Или 5, да? Совершенно верно. Да, ну, любой писатель ищет выход на какое-то издательство, которое могло бы тебя публиковать, это естественно. Долгие годы я был как в заперти, и книги печатались только в Севастополе. Да, люди приезжали, покупали, развозили по разным уголкам, скажем так, не только России, Украины, мира. Но это совсем, так сказать, мизерные тиражи и, в общем-то, доход до читателя. А выйти на, ну, скажем так, твое, собственно, любимое тебе издательство, это сложно. Чтобы они тебя чувствовали, чтобы ты их понимал, это сложно. Ну, мне повезло, я считаю, повезло, по крайней мере, в течение пяти лет они выпустили сейчас где-то 31 мою книгу. Работы продолжаются, несмотря на то, что, понятно, ситуация с издательствами сложная. Многие не выдерживают конкуренции, держатся буквально на чистом слове. Это правда, никуда не денешься. Тебя могут любить издательство, любить, так сказать, твои книги, но они в состоянии не выпустить, потому что у них нет возможности такой. Ну, Амбрита Русь, несмотря на сложности, она держится. Удаётся найти время для встречи с читателями, читательской аудиторией, для ответа на вопросы? Ну, раньше времени было больше. Или возможностей, или сил, я не знаю, было больше. Сейчас встречи я провожу крайне редко. Если раньше в Севастополе, я в течение года вот такие публичные встречи проводил дважды, трижды, четырежды. Сейчас это ограничено, скажем так, может быть, разовым выступлением год. Но благодаря тому, что книги стали расходиться, и хорошо их стали знать и понимать, в других городах, регионах, меня ищут, находят, приезжают. Бывает несколько человек, бывает группа, бывает огромная группа людей приезжает. Честно, если люди переехали к тебе, ты не можешь отказать. Ты обязан уделить им время, обязан показать, рассказать, можешь где-то провести. Многих интересует Айямыс, многих интересуют горы, какие-то другие точки, которые, Мангуб и так далее. «Русская весна». Я понял так, что две книги были рождены именно в этот период, но в дальнейшем творчестве уже с высоты прожитых двух, трех, четырех, и вот уже почти пяти лет. Есть ли какие-то отражения в новых книгах? Да, любые отражения есть. Вот у нас в Балаклаве выходил сборник, скажем так, впечатление о тех событиях. Оно, по-моему, в прошлом году вышло, и даже где-то там, в том числе и мои собственные впечатления, воспоминания присутствовали. Ну, кроме этого, вот «Веркале и Сида» есть. Там эпизод, уже все наполовину забыли, но, так сказать, благодаря этому эпизоду я постоянно вспоминаю, когда у нас свет отключали. И у нас, когда отключали свет, нас писатели пригласили на первый, там, где живет Журавлев, вот первое отделение, я забыл. Первое отделение, да, 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 да. Пригласили выступить в ДК. И мы выступали, свет погас. Там небольшой клуб. Небольшой клуб, да, старый-старый клуб такой, но люди собрались, очень все было так трогательно, все было хорошо. И потом мы вышли оттуда и свет вырубили во всех, ну, как обычно, вот. И мы ждали автобус долго, пока он пришел, в полной темноте. И писатели между собой разговаривали, какие-то вещи вот от этого общения, вот меня так затронули, что они вошли в книгу. То есть тогда было единение всего населения? Единение, да. Единение вообще присутствовало очень сильное. Действие Украины настолько сплотило народ в Крыму, народ в Севастополе, в Балаклаве, что, наверное, вот такая встреча в клубе при выключенном свете. Я могу сказать, когда я, так случилось, когда мы вошли в состав России, у меня появилась возможность ездить по городам и выступать. Там, где книги выходили, там, где люди меня ждали. Таких выступлений было много, наверное, с десяток, может, два десятка, я уж не помню, сколько. И немножко я так понял, что я попал не в свою среду. Какой-то такой размер, мы бурлили, мы противостояли, противостояли себя другим взглядам, другим направлениям, другим... А там как-то все было спокойно. Вот я приезжаю, вот я такой экспрессивный, народ слушает, почему ты такой. Говорю, вы почему такие? То есть, в глубинке в России не могли понять, что произошло севастопом? Да не только в глубинке, не только в глубинке. Не только в глубинке. У каждого писателя есть определенные планы. С этими героями предыдущих книг удалось ли попрощаться, или они вновь появятся на страницах? Ну, когда я простился с Коридзе, который был в Тене Орла, меня упрекали. Ты куда Сашу дел? Говорю, ну есть Швецов, там второй герой. Потом прошло время, я распрощался с Швецовым, он тоже ушел. Тоже вот буквально люди на моих выступлениях поднимали руки и меня буквально костерили. Зачем ты убрал Швецова? Это герой, это нормально. Но я понимал, вот не знаю зачем, я понимал, что проходит время, что-то меняется, герой должен уходить, он уже не выдерживает состязания со временем, другие должны быть. Вот у меня появился Руданский, он долго был. А в зеркале Исиды как бы ушел, и все, нету Руданского, пропал, исчез, умер. И вот книга в зеркале Исиды вышла около двух с половиной лет назад, и у меня два с половиной года назад, два с половиной года подряд люди при первой же встрече, кто читал, говорят, «Верни Руданского». Просим Верни Руданского. И вот книгу я заканчиваю, буквально через два дня очередную книгу, проблески пойдут, возвращение Руданского. Итак, планы на ближайшее будущее. Какие книги сейчас в работе? Есть ли такая тенденция, сразу два романа писать? Ну, я иногда закладываю мысль написать трилогию, или диалогию, тогда раскладка уже пошла, сюжетная линия. Но сейчас лучше всего писать одинарные романы, потому что трилогии очень дорого стоит, людям тяжело физически это купить. Это реальность, меня просят просто, не пиши больше. Вот книга, которую в 2008 году, после прямого эфира на Севастопольском телевидении, осталась со стола студии в подарок нашему коллективу творческому, она была зачитана буквально до состояния, которое вызывает уважение. И потом она пошла по рукам уже за студией. Получалось так, что ее передавали с рук на руки, с рук на руки, и она ушла. И это, наверное, должно радовать автора. Ну, я думаю, автора это радует. Может быть, не радует тому, кому книга предназначалась? Ну, ничего страшного. Итак, уважаемые телезрители, в студии у нас Валерий Воронин, член Союза писателей России, и его новые романы. Будем ждать встречи с творчеством этого человека в будущих наших программах. Всего вам доброго. В студии был Владимир Иларионов. Через несколько минут мы с вами снова здесь встретимся. Главное новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин